Друзья дорогие, приветствую вас! Я по-прежнему не могу... YouTube не дает мне проводить прямые эфиры, поэтому вы смотрите запись вместо эфира. Я снова не нашла времени снять в дневное время суток при нормальном освещении, вот при... снимаю ламп... при желтой ужасной лампочке. Ну, последние примерно... какое время? Ну, год, наверное, я уже снимаю видео при таком освещении. Так, получается так, что ничего удивительного, я думаю, нету. Итак, во-первых, поздравляю вас с днём студента. С днём... Хотела сказать, святой Татьяны. Татьянин день. В общем, короче, поздравляю вас с днём студента. Ну, да, заодно всех Татьяны, чьи именины сегодня. Желаю вам веселья, прежде всего. А потом, в следующую очередь, там, здоровья, денег, чего там ещё. Ну, о чём мы сегодня с вами поговорим? Ну, конечно же, о студентах. В общем так, мои новости. Сегодня я сдала последний экзамен. Сессию я сдала на пятёрке. И почему-то мне казалось, что когда я сдам всю сессию, если на пятёрке я буду ужасно, рада просто, радости моей не будет предела. Но почему-то этого не произошло. Видимо, раньше перегорело, что ли. К тому же радость омрачилась тем, что за сессию, сданную на одни пятёрки, никакой повышенной стипендии не полагается. Кто-то скажет, стипендию, ты ещё получаешь стипендию. Да, я получаю стипендию. И если бы я так училась в свои студенческие годы, в 80-е, я бы, да, получала повышенную стипендию. Но сейчас мне это не грозит, потому что хорошо с данной сессией, не обязательно на пятёрке, важно, что без троек, полагается ещё отличиться в какой-либо области. Если в учебной деятельности, то вам нужно участвовать в Олимпиаде или быть участником какого-то проекта. Ну, видимо, учебного. Чтобы быть, чтобы отличиться в научно-исследовательской деятельности, нужно было за время семестра сделать научную публикацию в журнале с индексом цитирования, научного цитирования, да, российский индекс, РИНС, есть такая аббревиатура, ну, которая индексируется, в индексируемом журнале, издании, либо отличиться в области спорта, ну, то есть повыступать за университет или бери выше за республику, ещё за что-нибудь, за страну, либо творческая деятельность, творческо-культурная, культурно-творческая, в общем, танцевать, например, в ансамбле, участвовать в художественной самодеятельности и иметь знаки отличия в этом. Не просто участвовать, а показать, представить какие-то грамоты, в общем, какие-то доказательства, что в этой деятельности ты успешен. Причём, в первых двух, научная и учебная деятельность, стипендия чуть повыше, повышенная стипендия повыше, а в двух следующих спорт и творчество чуть пониже, ну, тысячи на две, две с половиной на три, где-то так, то есть существенно, учитывая, что стипендия у нас академическая, обычная, четыре тысячи сегодня, сегодня она понизила, сегодня нам пришло оповещение, сегодня я увидела эту публикацию, что стипендия стала чуть поменьше, чем была в предыдущих двух месяцах. Перед Новым годом, ну, видимо, финансирование в течение года было недофинансировано, ну, то, что выделялось на стипендиальный фонд, не было довыплачено, и поэтому нам раскидали и увеличили нашу прежнюю стипендию, которая была три тысячи минус, по-моему, два процента профсоюз забирает, таким образом, 2,940 увеличилось ровно в полтора раза, было 4,410, а теперь 4,018 рублей. Вот такая раскладка. Потом я хотела бы выбить себе социальную стипендию, но она мне, видимо, тоже не светит. Она привязана, то есть основания для нее связаны с местом проживания. Нужно представить справку с места жительства и доходы показать живущих в этом месте жительства людей, и показать доход меньше прожиточного минимума на душу. Я на это не надеюсь, то есть у нас явно выше будет прожиточного минимума там, где я прописана. Вот. Ну, в общем, такие подробности. И все это меня огорчило, что я не могу рассчитывать на повышенную стипендию и не могу рассчитывать на социальную. Ну, в общем, первый шаг к оформлению социальной стипендии сделала, справку получила. Прямо сегодня, что после экзамена пошла, нашла эту контору, взяла эту справку. Теперь дело стало за другими проживающими на той же площади, где я зарегистрирована. Вот. И все это меня омрачило и упала эта стипендия. Сегодня как раз же еще и день стипендии. Упала эта стипендия. Я увидела, что она действительно 4,018. И, в общем, это меня совершенно не обрадовало. Пришел счет, отключили интернет, пришел счет тоже против обычных. До этого мы платили 552 рубля, а теперь 822. Тариф повысился. Я опять же зашла на этот сайт, Ростелекомовский у нас, этот интернет, зашла в личный кабинет, спросила, в чате, спросила, что тариф повысился. А до этого мне звонили, я так сбивчиво рассказываю, ладно, по порядку. Спросила, что тариф повысился, почему меня не опровестили об этом. Может быть, мы предприняли какие-то меры, мы бы не стали накручивать себе эти деньги, мы бы отказались от ваших услуг. И теперь не пришлось бы мне из своих 4822 отдавать за ваш интернет. Я хотела приостановить, поскольку я сейчас одна, осталась дома. И, значит, буду, наверное, немалую часть времени проводить дома у родителей, ухаживая за мамой. И, в общем, и к тому же на мобильном у меня накопилось много гигапай, я могла бы их использовать. А мне отвечают, что сейчас никаких действий произвести нельзя, потому что у вас заблокирован счет, нужно оплатить сначала, а потом вот это все принимать меры по отключению, приостановке и т.д. В общем, куда ни кинь, всюду клин. Сегодня день облома. Несмотря на то, что я закрыла сессию на пятерке. Вот. Да. Кроме того, мне еще надо было выкупить заказ фаберликовский, который ожидалось получить до отъезда моих детей, потому что там стиральные порошки, там шампуни, ну все, по-моему. Вот. И все это надо, предполагалось, использовать в момент сбора. Они уехали отдыхать. И все это надо было, чтобы стирать вещи, мыть волосы, ну в общем, все такое. Это не получила, этот заказ, потому что у меня не было денег, они тоже собирались в дорогу, им тоже было не до этих расходов. То есть приоритетность была другая. Расходы. И в общем, а теперь мне придется этот заказ выкупать, опять же, из моей стипендии. А еще месяц жить на эти деньги. Ребята, я не плачусь. Я, конечно же, наверное, при разумных тратах не помыл с голоду. Вот. Ну так что? С днем студента. Это моя попытка сделать коктейль Бейлис из виски, молока и сгущенки. Больше у меня дома ничего не нашлось. Вообще-то я предпочитаю виски ничем не мешать, особенно с Кока-Колой. Вот. Люблю так прихлебывать. Но я почему-то давно не давно не выпивала, поэтому мне как-то слишком крепко, это не то слово, слишком остро, ну, в общем, слишком насыщенный вкус виски. Поэтому я решила разбавить. Вообще, получается, гадость. Сюда нужно что-то другое добавить, еще какой-то оттенок вкуса придать. О, у меня есть какао. Сейчас я какао сюда добавлю. Золотой яблок. Так, камера, пожалуйста, сосредоточься, возьми себя в руки. Так, берем золотой яблок. Между прочим, золотой яблок действительно отличается. своей марки отвечает. Так, беру порошок, насыпать сюда или сначала чуть-чуть размешать в небольшом количестве жидкости. Наверное, лучше размешать в небольшом количестве жидкости. Разомну. Какао-порошок же такая штука, которая в воде не растворится. Нерастворимая. Поэтому мы как пломбик, пломбик, пломбу для зубика. А, кстати, о чем я говорю, господи, сейчас пломбы никто так не делает. Просто раньше пломбы размешивали, брали отдельно цемент, отдельно растворители там, и эту массу делали, медсестра сидела. То есть медицинская сестра стоматологии это очень огромная нагрузка, имела очень огромную нагрузку и большую ответственность. То есть от нее, от ее работы очень многое зависело. Так. Вот. Кому скучно, отключайтесь. Кто со мной, тот герой. Так. предлагаю вам тоже что-нибудь взять. Алкогольного или безалкогольного. О, мороженого не помешало. Мороженое не помешало бы. Так. В общем, давайте конечно же я повспоминаю студенческие годы. Итак, еда студентов конца 80-х. Что мы ели? Ну, я была московской студенткой. Моя учеба проходила с 84-го по 89-й годы. То есть я не задержался, я не была вечной студенткой, я не уходила в академ. даже несмотря на то, что на последнем курсе родила ребенка. Я закончила вовремя. А надо было вообще-то растянуть. Растянуть надо было учебу. Из Москвы никуда не уезжать, оставаться там, как все наши сделали, зацепиться. За нее благо время потом пошло такое время перемен. И в общем можно было это конечно всегда можно зацепиться за Москву можно всегда в любое время. Итак, ваше здоровье, всем успехов в учебе, успешной сессии, кто не сдал, вам, вашим детям, внукам, родителям, всем, кто учится. Я пью за тех, кто учится. Не, ну это не водка, не шот, поэтому я буду прихлебывать. Так, а запивать чай? Было бы прикольно запивать какао, В общем, в Москве студентам было, конечно, намного легче, чем студентам в других городах, я так думаю. потому что в Москве еда отличалась, ну вообще товары отличались и еда отличалась тоже. Вот что мне вспомнить, я тут всего три варианта накидала, можно, конечно, гораздо больше напомнить, то есть давайте обрисую какое-то было время, потому что теперь, конечно, людям совсем непонятно, какое было время, и когда смотришь какие-то фильмы или передачи, все намешано, все путают, у некоторых складывается впечатление, что в советское время вообще было пусто, в магазинах ничего не было, ничего было жрать, у других наоборот складывается впечатление, что в советском союзе все было, особенно колбаса, отличная мясная колбаса по 2,20 докторская, вот, я сейчас постараюсь немного обрисовать какой период времени, было всяко, было и так, и так, и главное всегда было переменчиво, вот что, значит, в Москве того периода, в котором я училась, высоко ценилась гречка, то есть гречки был дефицит, но не то, чтобы совсем тотальный дефицит, то есть люди-то знали, что такое гречка, и дома она у всех была в запасе, это был такой дефицит, что когда в магазине появляется гречка, все говорят гречка, и берут гречку, так, что еще, если в других регионах в магазинах трудно было купить майонез, ну, может быть, не везде, может, где-то было в порядке с майонезом, но в основном нет майонеза, с майонезом везде была проблема, то в Москве майонез можно было купить всегда, или почти всегда, ну, вот, да, то есть, если в магазине стоит майонез, то никто не кидается, говорит, майонез, и все берут майонез, нет, но можно было и не всегда нарваться, купить, ну, то есть, иногда бывало, что майонез разбирали, не, фру, в Москве все нормально было с майонезом, это я немножко перепутала, пока я училась в Москве, мне сестра сказала, что вот мы стали покупать майонез, у нас такой майонез появился с укропом, ну, нормальные баночки, 250 миллилитров майонезные, ну, только туда укропного масла капнули, ну, вот, именно такой майонез как-то, ну, появился в Улан-Удэ на какой-то период времени, вот, еще что, ну, колбаса-то в Москве, конечно, была всегда, это не проблема, вареная, вареная-копченая тоже, в общем, была, ну, может быть, была проблема там с салями, как-то, сервелат, ну, в общем, такие сыры, копченых колбас не было, то есть, их можно было купить только в заказе, например, были такие отдельно специальные магазины или отделы в магазинах, назывались, стол заказов или отдел заказов, и там вот эти чуть более дефицитные продукты продавались в наборах, где к этому набору прикладывалось вещи чуть менее дефицит, ну, в общем, всякая сборная солянка, то есть, там был отдельный один-два продукта там были драйверами этого набора, то есть, двигателями, например, палочка сухой колбасы, а остальное там были баночка горошка, тоже неплохо, баночка майонеза, отлично, еще что-то, ну, там какие-нибудь рыбные консервы тоже, которые не всегда бывают, ну, так себе средние руки, но неплохо не сказать, что гадость, что тебе совсем впаривают что-то, и, например, там пакет манки, да, и речка тоже считалась драйвером в таком наборе, а манка это нагрузка, в общем, что-то и с нагрузкой, вот, и что ели студенты, ну, студенты, конечно, девчонки, когда живут, они сразу в комнате скидываются, покупают плитку, плиту электрическую, на чем готовить, ну, в общем, скидываются на продукты, ведут такое хозяйство и готовят все, как нормальные хозяйки, а вот из такой быстрой еды, что тоже у студента бывает, то есть студенты уже на более старших курсах скидывались и брали в прокате холодильник или даже покупали по случаю такие случаи случались, допустим, скинулись по десятке и на 40 рублей купили холодильник в БУ, ну, вполне такой работающий, вот и в холодильнике были хранить уже на старших курсах, да, в морозилке лежало что-нибудь такое, а что я вру? Нет, конечно, ничего не лежало, ну, я не знаю таких хозяйственных людей, у которых это залеживалось, потому что то, что покупается, я к чему подвожу, в общем, продавались такие в пакетике, вот такой пакетик, как мороженое, и в нем таких два картофельных беточка, таких круглых, или плюс, или были еще картофельные котлеты, они чем-то отличались, но беточки были всегда, а котлеты не всегда, ну, как бы вариация такая, беточка котлеты, такая вкусная вещь, ну, это что-то такое из картофеля сделанное, из вареного из вареного картофеля с какими-то добавлениями беточки, обваленные в панировке, и их жаришь, ну, просто отличная еда, и плюс к ним мы что брали-то? Я вот сейчас не могу вспомнить, вообще всегда в Москве в любой кулинарии и даже в этих магазинах диета, ну, в общем, в супермаркетах, универсамы, они назывались, в универсамах, всегда можно было купить котлеты, они назывались то ли домашние, то ли московские, москвичи, моего возраста, если люди есть, вспомните, напомните, как назывались, по 11 копеек котлета, ну, прекрасные котлеты, она такая, чуть-чуть треугольной формы, тоже обваленная в панировке, и вот эти котлеты берешь, жаришь, их можно кушать, там, то есть, ну, был определенный стандарт у всех этих кулинарных изделий, даже полуфабрикатов, и он, в общем, соблюдался, но были, конечно, какие-то наглые производства, которые там мухлевали, в общем, один производитель, имеется в виду, вот эти вот столовые производства, их делали, кто-то мог отличаться, но в общем и целом они были стандартные, и можно всегда было рассчитывать на их хороший состав, хотя всегда уже принято было ругать, что в этих котлетах нет мяса, ой, мне кажется, время кончается, емки-палки, у тебя, значит, будет несколько частей, в общем, эти картофельные беточки, наверное, с котлетами, я уже не помню, как мы жарили, нет, что-то к ним мы подавали, бывали еще морковные беточки, и они продавались в киосках мороженого, ой, какое было мороженое, господи, и просто то мороженое, которое сейчас приходится есть, такое недорогое, и даже дорогое, оно рядом не стоит с тем мороженым, самым-самым обычным, самым простым, который продавался в киосках мороженого, честное слово, поверьте мне, это я не не как человек, который говорит, что раньше все было, деревья были выше, и там что-то еще было лучше, я как-то, по-моему, я объективно оцениваю. Так, потом еще очень ценились готовые обеды, я правда, что-то вот ни разу не попробовала, или вру, в общем, смотрите, в этих магазинах, универсамах, где вот замороженные продукты лежали, были такие готовые обеды, они были в таких лотках, из алюминия, фольга алюминиевая, толстая, такие сформованные лоточки с разделителем, в одной части гречка, допустим, или рис, а в другой котлеты и с подливом. Это было так вкусно, а тогда это считалось, что этот, ну, так себе, вот, ну, совсем уже такая еда, ну, не то, чтобы отстой, приличная, но как-то, ну, лучше самому что-то приготовить, хотя, может, кто-то покупала на постоянной основе, потому что они всегда были в магазине, вот, я бы сейчас с удовольствием поела такой еды, да, и, а что мы готовили на празднике, это было мясо по-французски, слушайте, товарищ, у меня время кончается, мы его, правда, поначалу называли мясо по-де-голевски, все, переходим к следующему видео, по-де-голевски, пока,